Сейчас, секундочку, я даю его. Спасибо. Здравствуйте всем. Меня зовут Шейна Елена Андреевна, депутат дома Астраханской области. Значит, смотрите, я так понимаю, сейчас вот идет у нас такое прогоночное мероприятие, то есть в тегере шестичасового мероприятия заслушивания мастер-плана, то есть вот сейчас то, что началось, да? Так как мы ведь в законодательном правовом поле работаем, и, значит, заранее, за 7 дней, да, является время, место встреч, публичных слушаний, дата. И вот, значит, по дате, по месту встречи все совпадает, да, вот по времени. Значит, все-таки публичные слушания были себе запланированы на 18 часов вечера, да, вот 3 месяца. Сейчас говорят, когда с собой прогоночное мероприятие, а не на какие, да, более на 2 часа. А это мой путь, вы ему не допустили кучу народа. Елена Андреевна, давайте, пожалуйста, вопрос задавайте как-то работе. Не вопрос, я сейчас выступаю, кто-то там, где у нас в Астраханской области. Смотрите, правильно ли я понимаю, что в 6 часов вечера как раз состоится именно публичное слушание? К сожалению, нет, потому что, наверное, здесь наша вина только гостей вашего города, поскольку мы прилетели на это заседание, и рейс не позволил нам начать этот шейс, давайте мы возьмем это на себя. Именно мы с Институтом Генерального Плана обращались с просьбой в адрес администрации, чтобы передвинули время, чтобы мы могли улететь домой. Коллеги, давайте я поясню, давайте я ситуацию поясню. У нас сегодняшнее мероприятие анонсировалось заранее, на сайте была размещена информация. Люди аккредитовались, контакты этих людей были о том, что мероприятие будет перенесено, было известно завтра, вчера вечера, вот и проинформированы. Те люди, которые заявлялись на электронной площадке, были официально проинформированы. У всех было время зарегистрироваться, так же, как у всех было время задать вопросы разработчикам. Не сегодня с голоса, и не пойти вот так, а заранее подать регистрацию. Давайте работать в правовом поле. Давайте, пожалуйста, вопрос. Мы уже не простроим, вот таких публичных слушаний за 7 дней идет информация. Мы сегодня рассматриваем нормативно-правовой акт, чтобы соблюдать законодательства. Я сейчас говорю, что не надо вводить в другом деле. Подождите, я не могу. Значит, смотрите, таким образом я понимаю, что сегодня не все люди, которые собираются присутствовать на публичных слушаниях, когда на мой вопрос, значит, почему люди не записались на публичные случаи в период комбината ограничениях. Вот вы все присутствовали в 2 часа, и подойдут еще в 6 часов. Тогда вот с вашей стороны, не как председатель Заградской думы, а все-таки, наверное, здесь как правительство области, я попросила бы присутствовать тогда уже в 6 часов, потому что люди подойдут, и люди будут задавать вопросы, люди хотят, это их правовое право присутствовать на таких мероприятиях публичных, и, соответственно, ну, если вы согласен, то за 7 дней просто принесете, а вы, что там пройдете, может, просто более позднее, для этого, для того же, как он не сейчас. Вопрос у вас, как говорится, сейчас, и, соответственно, в 6 часов вечера люди когда-то подойдут, если вы хотите меня забывать, значит, в 6 часов вечера подойдут люди, и мы, соответственно, в адрес президента Российской Федерации напишем письмо о том, что мы получили слушание наше. Вопрос у вас, как говорится, все говорят одновременно, и в этот момент... Давайте все-таки я буду модератором для РНД, я не могу с вами открывать у вас микрофон, но давайте я буду модератором, у нас есть люди, которые хотят задать вопросы, у нас идет обсуждение, у нас люди поехали из Москвы, мы сейчас будем обсуждать, кто во сколько следует, завтра минуты за Москву. Мы здесь не коммерческие, простите, мы здесь не защищаем. У меня, значит, по мастер-плану еще выступление. Пожалуйста, задавайте вопрос. У меня выступление, а не вопрос. А в вашем плане уже военное на выступление? Я сейчас в организме займу, вот там, в 6 часов времени. Ну, военный, скажите, входит туда. Значит, давайте обратим. По мастер-планам. Я буду просто, ну, цитировать мастер-план. Документ предполагает прямым текстом расселение жителей зданий памятников, то есть я сейчас просто буду цитировать документ. Проблема многоквартирных домов, являющаяся памятником, стоит достаточно остро для всей страны. И Астрахани, где порядка 440 памятников, не исключение. Общепринятое решение этой проблемы – это расселение, капитальный ремонт за государственный счет или за счет инвесторов, перепрофилирование. И вот обращаю внимание как раз на слово «перепрофилирование». Для тех многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, где такие программы по тем или иным причинам реализовать не получится, должны будут действовать программы по выкупу и расселению жителей зданий, капитальным ремонтом, памятником. То есть что обозначает вот это слово «перепрофилирование» жилого дома? Соответственно, от выселения из него жителей и передачу частной руки, частному инвестору. Дмитрий Рады, мы эту историю уже слышали весной, что придут, вывезут их домой, кого-то скидрят, еще что-то. Хорошо, я председатель Городской области, мы эту историю уже слышали. Никто никого, не от этого не узнает, не узнает. Дмитрий Рады, это песня уже старая, мы его уже слышать не хотим. Никого, скажите, куда вы сели? Вы понимаете, что это не цена, то есть большая сумма средств, да, для того, чтобы вы учились в своих дорогах. Но самое вот честное, что авторы вот этого... Коллега, во время параллельной речи у нас не работает трансляция. Пожалуйста, давайте слушать друг друга, потому что здесь есть не только телевизор, но и все. Вы не предстоит. Вы человеку, а вы не скажите, что вы сейчас выскажите. Боль человек, это Владимир. Боль человеку, пожалуйста, желаю вас. Так, давайте, пожалуйста, будем соблюдать о их планах. Вы взяли вопрос, вы его скупали, еще что-то, еще. Мы не будем проводить поближе. Знаешь, я прошу, вы пришли, пожалуйста, с этой целью вот этого мальчика плана. Вы пришли, пожалуйста, с этой целью, вот этого мальчика плана. Спрашивайте, родные, вы же это вам приведение человека. На нас сейчас может быть в любых регионах. Пожалуйста, это не политика. Это не политика главной счет. При чем политика? У нас конкретные теря Frage. У нас конкретные мероприятия по обсуждению войска. 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 Разрешается регенерация по обсуждению войска. У нас конкретные мероприятия 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 по обсуждению войска. У нас конкретных мероприятия по обсуждению войска.